Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас с рубрикой Спроси Елены Петровны Березовской. Сегодняшняя тема очень такая мифическая, посвящена теме густой крови. Вы слышали такое выражение «густая кровь»? Я вам сразу скажу, что такого термина в медицине не существует. Это псевдонаучный термин. То есть нет густой крови. Густая кровь не бывает. Чем же тогда пугает и кого пугают врачи? Почему вдруг это стала такая актуальная тема? Потому что, судя по количеству ваших вопросов, эта тема зашкаливает многие другие темы. Причем вопросы разные. И именно поэтому мы будем проводить вебинар в скором времени «Следите за постами». Итак, что такое густая кровь? Ну, если вы так представите себе жидкость, густая жидкость, густая сметана. Дело в том, что кровь такая никогда не бывает. И когда там кто-то спрашивает, что вот у меня берут кровь с венитом, и она такая густая, так тяжело течет. Это не густая кровь, это просто погрешности в заборе крови. Потому что система гомеостаза, то есть вот этого контроля состояния крови, очень жесткая. И практически она не выходит за большие рамки, то есть какие-то рамки норм. И это важно понимать. Поэтому густая кровь и такова не бывает. Она может немножечко сгущаться, только тогда, когда теряется жидкая часть крови. Например, при дегидратации, то есть обезвожении. Но это редкий случай. Несчастье случается у старших людей. Также у детей может наблюдаться, потому что там очень быстро идет обмен веществ и потеря жидкости из организма. Но в большинстве случаев кровь не становится густой. Что же тогда имеют врачи под понятием густой крови? Это чисто запугивающий элемент, ничего более. И кто обычно сталкивается с понятием густой крови? Давайте будем честными. Это женщины, которые планируют беременность. Это женщины, которые беременны или которые потеряли хотя бы одну беременность или ребенка. За границей, то есть на Западе, женщины сталкиваются с этим понятием и с проблемами крови очень-очень редко. И не ходят по бесконечным тестированиям, генетикам, гематологам. То есть единица женщин попадает к этим специалистам. Но на территории Украины, России, Белоруссии, Казахстана и многих других постсоветских стран чуть ли не все население женское, которое особенно готовится к беременности или беременеть, страдает вот этой густой кровью. Совершенно верно, при беременности меняется вязкость крови. Вязкость это немножко другое понятие. При беременности увеличивается объем плазмы, то есть жидкой части крови, и кровь становится жиже. Но ее вязкость, а не густота меняется. Почему? Потому что женщина постепенно готовится к родам. И это физиологическая защита организма в плане кровотечений, которые могут быть во время рода. Но самое интересное, что как раз когда медь под видом густой крови, всегда цепляются к облограмме, то есть с фактором сиротерной крови. Есть 14 факторов, причем это не просто факторы, это целые уровни. И они контролируются большим количеством генов. И им образуется большое количество веществ. Поэтому это очень сложная система. И нельзя только по одному дегимеру или фибриногену, кстати, дегимер это производная фибриногена, сравнивать, например, состояние вот этой всей системы свертывания крови. То есть нельзя этого делать. Тем не менее, каждая женщина хочет выносить ребенка, ну то есть хочет забеременеть и выносить ребенка. И что обычно вот эта группа женщин, которая я характеризовала, с чем она сталкивается? Что у вас густая кровь, вам нельзя беременеть, или вам нужно сначала пролечиться, или когда забеременеть, вам срочно нужно колоть гепарин или его производные, то есть, ну как бы синтетически замените. Или же вам нужно после родов или после потери беременции тщательно исследоваться, потому что у вас тромбофилии, у вас все плохо. С чем еще сталкиваются эти женщины? С тем, что их всех без исключения практически посылают к генетикам, которые якобы ищут гены. Но на самом деле веществ, которые отвечают за вот эти процессы вязкости крови и свертывания крови, их очень много. И они контролируются огромнейшим количеством генов. И вот генетики эти не разбираются конкретно ни в чем, начинают пугать. У вас риск отрамбурзывания, все плохо, вам нужно колоть гепарин. Я сразу хочу сказать, что этих генов очень много. Это раз. Во-вторых, если смотреть даже разные виды гена, то всегда есть компенсация. То есть, одни гены повышают риск отрамбурзывания, другие понижают риск отрамбурзывания. Еще сталкиваются эти женщины с тем, что не только они ходят к генетикам, но они, конечно же, сразу же ходят и к гематологам. То есть, это обеспечивает занятость этих двух специалистов полностью, потому что у них всегда очередь под кабинетами. Я просто сразу хочу сказать, что в реальности проблемы с тромбообразованием не настолько часто случаются, как об этом говорят. И почему мы боимся, например, тех же тромбофилий? Потому что они повышают, все правильно, риск тромбообразования. Сама беременность сама по себе повышает уровень тромбообразования, причем значительно. А раз повышает риск тромбообразования, что происходит? Этот тромб может формироваться, например, в нижней конечности, то есть в ногах, отрываться и попадать в сердце и дальше в легочную, то есть в малый круг кровообращения, в легочную круг кровообращения и практически купировать, вызывать тромбоэмболии легочной артерии. Венозный тромбоэмболизм. Это очень-очень сложное заболевание, поэтому практически приводит к смертельным исходам довольно часто. И мы поэтому боимся именно тромбообразования в организме женщины, а не в какой-то там плаценте, в пуповине еще где-то. Когда женщина теряет ребенка и начинает доказывать, что там где-то произошел какой-то тромб в пуповине, что это ее вина, потому что у нее густая кровь, из-за этого она потеряла ребенка, это неправда. Это совершенно неправда. И вообще каждый случай потери беременности нужно анализировать. Потому что в большинстве случаев кровь женщины не при чем. Но ведь нужно на что-то свалить. Раньше сваливали на скрытые инфекции. Сейчас скрытые инфекции не модно, значит будем сваливать на тромбофилии. Поэтому ищут вот это гены и все так далее. Самое интересное, вот я просто хочу, чтобы вы задумались, что до беременности, до планирования беременности, эти женщины глотают гормональные контрацептивы, сидят на прогестероне, что фактически они должны принимать, если у них заподозрили тромбофилию. Но их все равно держат на гормонах. Во время беременности их тоже держат на гормонах. Потом вдруг выясняется, что у них тромбофилии, им назначают препараты, которые разжижают кровь. После беременности все это забывается. Женщины опять сидят на гормональных контрацептивах. Им выравняют циклы, им еще что-то делают, они сидят на гормональных контрацептивах. Все вдруг забыли о том, что у женщины тромбофилии. Но как же так? Это и есть как раз вот это накручивание диагноза, совершенно не профессиональный подход. Теперь как вообще, то есть какой самый основной, почему мы боимся вот тромбофилии и вообще проблемы со свертвой крови? Во-первых, что может быть кровотечение, потому что при беременности уменьшается количество тромбоцитов. Вернее, их концентрация, не даже не количество, а концентрация на единицу жидкой части крови. И мы боимся наоборот. Мы боимся повышения тромбообразования, что тоже происходит за счет повышения вязкости крови. Но далеко не все женщины подвергнуты значительно к тромбообразованию. Хотя, да, еще раз повторю, сама беременность повышает уровень тромбообразования. Поэтому мы, конечно же, выделяем группы риска. И первая очередь, это женщины, у которых уже было когда-то тромбообразование в прошлом, до беременности. И также это женщины, у которых самые близкие родственники, папа, мама, брат, сестра, умерли до 50 лет, до возраста 50 лет, из-за тромбообразований, то есть мог быть тромбоз. Или же хотя бы были случаи в роду, частые случаи тромбообразования. Тогда мы можем обратить на это внимание и можем провести, конечно же, более детальный анализ ситуации обследования женщины. В вебинаре, который я буду проводить в ближайшее время, я расскажу о том, какие виды тромбофилии есть высокого риска по тромбообразованию, какие виды тромбофилии низкого риска. То есть при каких видах мы вообще не обследуем женщину. То есть тот же гомоцистеин, который им всех пугает, мы ему не обследуем. Фалатный вот этот набор генов, который тоже обследует и пугает, что там будет что-то плохо, мы тоже не обследуем. И ряд других. Мы обсудим в вебинаре также, когда действительно нужно лечение, в каких случаях. То есть несколько вариантов, их 8 целых вариантов. Комбинация различных факторов из прошлого и настоящего, и анализов. И в каких случаях мы назначаем аспирин, в каких случаях назначаем гепарин. Поймите, что эту тему невозможно покрыть 9 минут, это действительно огромная тема. Поэтому я постараюсь покрыть ее в двухчасовом вебинаре. Следите за постами. Ну и, конечно, постараюсь ответить на некоторые вопросы в разделе вопрос-ответы. И также в минутках знаний от доктора Лены Березовской. Всего счастливого. До свидания. Продолжение следует...